Здравствуйте, товарищи пионеры! Сегодня хочет выступить в этот замечательный день открытия нашего лагеря один из ваших товарищей, Павел Сырков. Поприветствуйте! Павел Сырков, история была такова. Штался туда-сюда, на льду подсказал, что упал. Если замерзнет провал, измыл, то его сделают снеговика. Хоть какая-то радость для старика. Наверное, такого ожидали от меня, но я выйдусь мы на маяк и увижу там свет, будто в конце туннеля. Да, я жив, но я замерзший, страх не подделен. Меня всего трясет. И заметили, но я так уверен, что все впереди и исчезнет понятие время. Встреча сопровождалась дикими взглядами, прошедшей по моей так слабой с пенесникопадами, и казалось, уже хотели выгнать меня, но сил хватило, что встал с колен, как из пожара Москва. Хожу по гастроному, вроде что-то смотрю, на самом деле согреваясь от этой стужи в углу, вдруг заурчал живот, сообща. Поесть пора, а то ничего не есть, ретня, это не мои дела. В кармане 15 копеек. Барня огромен, можно взять пирожок, он у меня, как в океане. Утонет вдруг вода, ведь не берет детвора, у них много сил. А маме ей словно ветер уносил. Хватит же леди чем-то сравнивать себя с ребенком прошлое. Было и было, и даже неплохо. Вдруг яркой упаковкой на нее засмотрелся, что-то стало неловко. Сваля вокруг много всего, но все равно она одна, будто меня, такого грустного клоуна, ждала. Из раздумий вывела грусть до суета. Гастроном пустой, как мой желудок. И голова куда не глянь. Вокруг много галубей на площади среди толпы. Ты не чувствуешь людей, ты один. Пионеры разбежались, то куда? Ты стоишь среди теней и не чувствуешь себя пионером, пионером. Я заигрался в эти игры, цирк закрыт, пора нам уезжать. Пионер, пионер. Ты уже не тот, а она все одна. Им закрыв коробочку, обид себя. Мы пойдем в поход, я продолжу петь у костра, что-нибудь веселое, ведь все же это да. Закину в костер Александр, чтобы согреться, но от зла никуда не деться. Попиваю водичку и покусываю сырок. Жизнь хороша, даже остра, как грифелю карандаша. Это конец, думал я еще десять минут назад. Но внезапно ту, которая согрела, удалось повстречать. Я понял, что жизнь не так и плоха, и сожгу Александров, но не со зла. Ну вот я уже стою на улице с грустной гримасой на лице, понимая, что срок кончился, а водички осталось немного совсем. Жить не хочется, но приходится. А надежду, как и слово, не вернуть назад. Да и сами они не уйдут, не сгорят. На костре подогревается чья-то душа. Сегодня тепло, значит, завтра будет вчера. Я иду собирать копейки и рубли, чтобы с ней на свидание пойти. Вдруг я нашел тридцать копеек и жить хочется опять. От холода не деться, от голода не скрыться. Приду и в тепле буду молчать. Все понятно без слов, наверное, только для меня. И опять, опять, опять. Я смотрю на тебя, и все понятно без слов. Вот ты сказал-то вслух. Субтитры сделал DimaTorzok